Здравствуйте, я Евгения Сазонова. Я расскажу вам, что казахстанцы обсуждают в социальной сети Facebook. Не первый день обсуждают видео, на котором якобы юрист по земельному праву Бахаджан Базарбек объясняет заказчику, как выгодно и с минимальными затратами получить землю в собственность. Потому что это уголовно-газонное дело. Но если цена будет адекватная, я вам вытащу все эти заказчики. Человек с голосом, похожим на голос Бахаджана, рассказывает неизвестному собеседнику коррупционную схему, благодаря которой он с помощью своих сообщников из госструктур сможет вытащить из архива кадастровые дела. Примечательно, что такие документы относятся к госсекретам, говорится на Facebook-странице «Злобная Татешка». Блогер Ильяс Манджасаров пишет, что для фейка в этой новости слишком много правды. Например, похож голос и манера общения. А вот на монтаж это не похоже. Такое подделать нельзя. Цитата. В то же самое время есть пост, где он пишет про сведения по 120 кадастровым номерам. В записи он говорит о своих связях с председателем НАУ правительства для граждан Асимгуль Балташевой, с антикором, с министром цифрового развития. В своих же постах он не раз комплементарно упоминает этих персонажей. Нужно понимать, что если он так смело наезжает на достаточно серьезных людей, то и за ним стоят не менее серьезные люди. Там деньги и интересы, и ни о каком патриотизме, борьбе с коррупцией, интересах простых граждан речи не идет. Просто поражает наивность наших людей, которые слепо верят каждому популисту, продолжает Манджасаров. В комментариях к разным постам на эту тему мнения разделились. Есть те, кто Базарбека поддерживает. Есть те же, кто верит в реальность этой записи. Слишком много пафоса было. И еще. Люди, называющие себя по имени и фамилии, вызывают удивление. Есть некая паранойя или мания величия. Если это и правда, пусть так и будет. Кроме него никто не занимается этими проблемами. Всем все равно, кто как ворует. А я верил Бахаджан Базарбеку. Что за двойные стандарты? Он же борец с коррупцией, написала юрист Анна Дмитриевич. Я воююсь за наши персональные данные, а тут под носом происходит такое. Блогер Ардак Айтказинов задается вопросом, почему Бахаджан Базарбек не ответил на все обвинения. Его молчание – это принятие того самого слива. У Бахаджана Базарбека только в Фейсбуке около 15 тысяч подписчиков. Многие люди действительно ему верят и благодарят за те дела, которыми он занимается. Однако все они ждут, что Бахаджан либо ответит на обвинения, либо их как-то опровергнет. Потому что если ты публичная личность, то отмолчаться невозможно. Подождем и мы. Депутат Ирина Смирнова написала целую серию постов с хэштегом «Зачем народу такой Минздрав?». Она затронула множество направлений работы ведомства, которые были провалены и привели к смертям во время летнего карантина. Заговорили о том, что Министерство здравоохранения не имеет никаких полномочий, не может влиять на состояние больниц, не может обеспечивать СИЗами, не может указывать, как лечить, как обращаться с погибшими. Что они такие несчастные, лишены рычагов управления, пишет Смирнова. Тогда почему именно Минздрав отдавал распоряжение об изменении профиля больниц и поликлиник на прием больных ковидом без подготовки, практически создавая рассадник инфекции как для пациентов, так и для медиков? Почему именно Минздраву направили миллиарды тенге народных денег? Почему Минздрав принимал решение о строительстве больниц? Почему структуры Минздрава не разрешали открывать частные больницы? Почему Минздрав объявляет, что больше не будет заниматься вопросом выплаты медикам? Все эти вопросы Смирнова задает ведомству, где работает огромная армия чиновников без прав и, как оказалось, без обязанностей. Сотни комментариев от людей, которые пострадали во время пандемии или потеряли близких. «Я потеряла отца. Человек ушел на своих ногах в скорую, которая носилась по семье в поисках места в больницах. А утром нам сообщили, что он умер. Почему? И возраст тут ни при чем. Людей не хватало, не было лекарств. Я никогда не забуду, как в соседнем доме заколотили двери, потому что был якобы коронавирусный больной. Но этот человек пожилого возраста всегда болел бронхитом». Если у чиновников нет никаких полномочий, тогда почему же они не вышли, как простые граждане в качестве волонтеров? Задается вопрос Ирина Смирнова. Первые месяцы медиков и других работников больниц не кормили. Они не могли даже выйти из медучреждения, чтобы поесть в кафе. «Я спросила у вице-министра, почему не организовано питание в больнице для медперсонала. Получила понятный им чиновникам от Минздрава ответ, но непонятный человеку. У них же есть зарплата». Все, что произошло, нужно, конечно же, анализировать. Необходимо понять, как сделать так, чтобы все это не повторилось. К тому же найти недоработки, барьеры и риски. И самое главное – найти и наказать виновных. В продолжение темы Минздрава. В фейсбуке разделились на два лагеря. Одни требуют отпустить Еджана Бертанова, другие настаивают на его виновности и хотят, чтобы он ответил за все по закону. «Мы запускаем петицию против Бертанова», – пишет Венера Конеева. «Мы не позволим, чтобы оказывалось давление следственным органам, которые проводят расследование против экс-министра. Мы требуем, чтобы расследование было объективным и полным». Посмотрим комментарий к посту, который опубликован в группе «Здоровье для всех». Очень много было гуманитарной помощи. Однако в аптеках отсутствовали маски, антисептики, лекарства. Поэтому пусть ответит, куда все подевалось и куда делись деньги, которые выделялись на борьбу с коронавирусом. «Почему от имени народа пишете? Лично я не считаю, что Бертанов виноват во всех бедах. Помогаете сделать из него козла? Вы в курсе вообще, как устроена система здравоохранения? И за что отвечает министр? «Защитникам бывшего министра здравоохранения предлагаю посмотреть на вот эту диаграмму числа умерших в Казахстане», пишет политолог Марат Шибутов. «Вот за этот рост в 2020 году кто-то же должен ответить. В 2020 году за май-август умерло почти на 32 тысячи человек больше, чем в 2019 году. Пока вместе с посадкой министра не будет чистки и посадки всего персонала министерства, ничего не изменится», отвечает ему политолог Рустам Бурнашев. В травле в отношении тех, кто вступается за экс-министра Бертанова, возмущен Санджар Бокаев. «Почему граждан не беспокоит тот факт, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме? Ведь это делается для того, чтобы не всплыли фамилии более высокопоставленных чиновников и партийцев», пишет Бокаев. Сейчас Бертанов находится под домашним арестом. Я напомню, что в его поддержку выступили известные профессоры в Казахстане – Локшин, Пя, Шурман, а также Акшулаков. Все мы ждем объективного и открытого расследования и суда. Я Евгения Сазонова и интернет-газета «Зона КИЗ». Продолжим следить за тем, что казахстанцы обсуждают в Фейсбуке. До свидания. Продолжение следует...